Узнав о том, что заведено еще одно уголовное дело, я понял, что мне терять уже нечего находиться на территории России, потому что попадя в данную колонию, меня просто там убьют. Как и говорили сотрудники колонии, что когда я у них находился, и также сами следователи, и сам прокурор Ушанов это говорил, как только ты попадешь в тюрьму, тебя сразу убьют. Те же самые люди, которых ты сам задерживал при совершении преступлений. Я понял, что это реально, плюс то, что до сих пор, до того момента продолжался уголовно преследование моей жены, якобы она избила 12 сотрудников и оскорбила при проведении обыска у нас в квартире, когда она пыталась защитить своего ребенка, который спал, и которого заставили одеваться в присутствии горлингу, одеваться в присутствии 12 здоровых мужиков. Это все делалось для того, чтобы унизить меня и пытаться вызвать во мне агрессивное поведение. Они прекрасно знают, что я занимался активным спортом, могу постоять за себя, но я никогда не применял данную силу ни, как говорится, по своей прихоти, ни без необходимости. То есть я никогда не применял чрезмерно силу и никогда никого, говорится, не сбивал. Ледик, понятно, что был вынесен совершенно чудовищный, несправедливый и противозаконный приговор. Понятно, что в колонии тебе бы не дали так просто жить, и существовала реальная угроза твоей жизни. И ты решил, естественно, бежать. Да, бежать. Но у тебя не было никаких документов, никаких... Да, у меня не было никаких документов. Как ты попал? Мы бежать собрались, естественно, как в этот же день, как вынесли приговор вечером. Ну, мы как бы думали, что нам делать дальше, естественно, потому что была растерянность, полная растерянность. Мы не ожидали такого приговора, потому что мы верили, как наивные дети, правдивость сюда. Потому что мы же думали, ну уж Верховный суд Карелии все-таки там работают вменяемые люди. Но оказалось, нет. Они, оказывается, такие же, как и у нас на нашем уровне. И все они, извините меня, спят под одним одеялом. Естественно, мы понимали, что нужно бежать все вместе, потому что я опасался за семью, за ребенка и за жену. Потому что, находясь уже, когда был я под следствием, был такой факт, что их пытались похитить сотрудники милиции. А также жену с ребенком пытались сбить на пешеходном переходе. Оперативная машина пыталась сбить их при переходе этого. Я об этом все знал, естественно. Мы об этом все обдумывали, как нам спастись и обезопаситься от противоправных действий сотрудников милиции. Свою жизнь мы решили бежать. И мы поехали в сторону Белоруссии. Надеюсь, хотя бы там, чтобы быстрее покинуть территорию России. Первое, что нам пришло на ум, это была Белоруссия. Потому что там можно было, как говорится, как нам сказали, проехать. И мы поехали туда. Там мы укрывались какое-то время. Видя то, что у нас ничего не получается в процессе. И адвокат тоже, Ольга Петровна Рыбала, которая занималась в нашем деле, была тоже постараться в такие условия, что невозможно защищать себя в России. И осуществлять правозащитную деятельность законными методами, соблюдая закон, как она всегда это делала. Я решил перейти границу, чтобы сдаться в одном из сопредельных государств Евросоюза. Потому что много было слышно, что там права человека все-таки соблюдаются. Я перешел границу Литвы. Литвы и Белоруссии нелегально. Я собрал рюкзак, как говорится, продуктов. Взял карты, компас и пошел. Переходило три дня. Потому что у меня не было, не говорится, не придуман ни маршрут, ничего совершенно. По моей просьбе меня довезли просто до контрольно-пропускного пункта. Я вышел и наугад пошел в одну из сторон. По дороге в первую ночь я напоролся на засаду, так называемую, белорусских пограничников. Они спали. Заяем угол колючей проволоки. Я прошел мимо них буквально в трех метрах. И увидел, только плащ-палатка поднялась. 13-14 октября было полнолуние. И 14-го года. И я их увидел в свете отблесков Луны. Плащ-палатка черная такая поднялась. Сонный пограничник поднял голову. Я выругался. Чисто на русском языке. И сказал, что лежите тут на службе, пугайте людей. И прошел дальше. Зашел за кусты, потом где-то в метрах 25-7. И стал за ним внувлять. Он сонный, ничего не поняв, что-то попручал второму что-то. Пытался того раз тормошить, но тот спал хорошо. Опять тоже закрылся палаткой, выключил фонарик свой и лежит. Я так думаю, неужели повезло. Повернулся и топ-топ-топ-топ-топ-топ. Пошел лесом-лесом, а дальше ушел от них. Естественно, по дороге опасаюсь, что будут собака. Посыпал все, как говорится, перцем и кофе там. Потому что как бы насчитался книжек тоже. Почему, кстати, мы не пошли все вместе перейхать границу? Объясню почему. Потому что я опять опасался за свою семью. Почему? Потому что белорусские пограничники используют собак активно в поисках и в задержании. Поэтому собака это находится на удовольствии у пограничной службы, естественно. Как штатная единица, то есть сотрудника пограничной службы. Фактически получается. Естественно, собаку они бывает спускают, как мне рассказывали люди. Естественно, опасаясь этого, я иду с ребенком, естественно, с женой. Мне придется эту собаку обезвредить. Ну, придется просто. А это, извините меня, убийство, как говорится, на несинке по печи. На что я тоже пойти не могу. Поэтому я пошел один, тоже опасаясь данных, в смысле, неприятностей при прохождении границы. Потому что я всегда рассчитывал, как говорится, и на удачу, и в то же время готовился к худшему варианту. Поэтому и пошел без документов тоже. Потому что если возьмут, думаю, то пока установят, пока что, может у меня будет время как-то все-таки избежать депортации в Россию. Потому что белорусская сторона всегда выдает всех русских. Как мне сказали тоже. Я так говорю вам, потому что я устанавливаю только все на уровне слухов, как говорится. Часть разговоров. Но потом это все подтвердилось. Да, белорусы выдают все это. И с собаками ловят за это нелегалов, так называемых, переходящих. Но дело в том, что я шел три дня. Я ушел с этого секрета, пошел дальше вдоль границы. Шел я на расстоянии где-то, наверное, 200 метров от колючей проволоки по ночам. Днем я спал, но ночью шел. Потому что как бы понимал, что ночью меня никто ловить не будет. Если даже будет какой-либо секрет, то мне легче будет идти в темноте, во-первых. И ночью звук, как говорится, более звонкий. Услышал разговор раньше. В одном месте тоже опять напоролся на секрет. Сидел, я как понимаю, один из пограничников. Думаю, кто там мог еще сидеть? Не легал же переходящий. Около колючей проволоки или блендажа. И играл в этот планшет свой. Ночью тоже на него напоролся. Но тоже его обошел. Не стал искать неприятности. Пошел дальше. Перешел я в районе Каменного Лога. Границу. Перед этим сутки почти что пролежал на грунте. Понаблюдал за данной территорией. Потому что я должен был на ура. Я не должен был, как говорится, попадать в просаг. Я должен был действовать наверняка. Поэтому я понаблюдал, как работает служба. За определенными нюансами пограничной службы понаблюдал. И в ночь, 13-14, просто пошел, перелез в так называемый забор зеленый. На котором находятся два шнура. Один на разрыв, один на давление. Его перепрыгнул этот забор. Он 2,20 высотой перелез. Побежал в самом узком месте. Там, получается, между заборами где-то 15 метров. Перебежал до второго забора. Перелез там через забор и колючую проволоку. Перепрыгнул и побежал полем. И уже когда я прошел вглубь, где-то километра полтора, увидел, что от места моего, так называемого, перехода, где-то километра полтора, полтора, да, километра полтора от моего места перехода, летают вертолеты, светят там прожекторами. Какие-то машины туда летят. Как я потом позднее знал, что там заезжали контрабандистов в том месте. Был прорыв их. Ну, как я понял, ввиду того, что я там все-таки пару ночей провел, подъезжают определенные машины до границы, перебрасывают сигареты. В том месте, где есть автомобильные дороги подъездные, неохраняемые, происходит переброс контрабандных сигарет. Я просто слышал эти машины, которые ночью катаются там постоянно вдоль границы. Ну, в общем, я перешел эту границу, сдался пограничникам, которые вышли на остановку, подъехали пограничники, меня забрали. Забрали меня пограничники. Я сразу заявил о том, что я беженец, что я с Россией, документов при себе не имею. И попросил так называемое АЗЮ. Ну, я просил политическое убежище, потом позднее объяснили, что это называется АЗЮ попросить. Попросил АЗЮ, меня отвезли на заставу, заставы меня передали. Продержали там в камере какое-то время, такой как обезьянник, такая закрывается, всех сторон решетка. Эдик, и так, ты попал на территорию Литвы. Как тебя встретили, как тебя нашли там? Ну, пограничники, которые меня подъехали на машине, которые меня, как называется, заезжали, отнеслись предельно корректно. Меня удивила вообще система общения их. То есть, они предельно корректно все действовали, предельно корректно интересовали, спрашивали. Ну, спрашивали по минимальному, то есть, правила в рамках своей, как говорится, обязанностей. Чем я требуюсь, что необходимо, необходимо ли тебя накормить. В смысле, вот так вот. Как вы себя чувствуете, необходим ли вам врач? Я сказал, что мне врача не надо, что я чувствую себя хорошо, так как-то я уже считаю, что я в безопасности уже здесь. То есть, меня передали называемым, как я позднее понял, это привезли меня в полицейский участок. Сами пограничники, пограничники приехали полицейские, они меня оттуда забрали. Привезли туда, меня там закрыли в камеру. Меня заряжали в 9 часов вечера. В 9 часов вечера у населенного пункта, ну, называть не буду какой-то. Я шел как раз на населенный пункт, думал, там сдаться кому-то, что у меня делал. Там у них света нет вообще, населенный пункт. Темень непроглядная в 9 часов была, это в октябрь месяц. Я там чуть не знал, куда идти даже. Слава богу, что они меня задержали, пограничники. Мне проще было просто так найти, да, получается, кому сдаться. И после того, как меня уже забрали полицейские, я просидел у них в камере. В 4 часа утра меня подняли с камеры, потащили, так называемый, на опрос. Как я понял. Сидит следователь в кабинете. Меня, он пришел, меня забрал, привел себя в кабинет. И первые слова были вот такие. Ты что, бэ, сюда приперся? Как ты сюда вздумал прийти? Тут, бля, тебе конец. Я говорю, стоп, 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 говорю, я что, вернулся в Россию, что ли? Ты как, говорю, себя ведешь? Я говорю, сколько вам лет, товарищ гражданин начальник, вы себя как-то немножко сдерживаетесь? А вы типа задолбали, все такое, вот тут перебисчики все такие. Я говорю, я вас не задолбал, во-первых, я вас первый раз вижу. Я говорю, ведите себя культурно, во-первых, раз. Он раз как бы осел, позвал второго сотрудника. Видишь, что я как бы... Я говорю, вы вначале, говорю, как бы так, не ругайтесь активно, говорю, вы меня не знаете, я вас тоже не знаю. Поэтому, говорю, для того, чтобы у вас сформировалось определенное мнение по поводу меня, зайдите в YouTube, наберите мою фамилию, и там моя история рассказана. Более-менее, как говорится, подробно, тогда у вас будет представление, как говорится, с кем вы общаетесь. Потому что, ну, нельзя так людей с первого, как говорится, скачка сразу прессовать. Он раз что-то задумался, позвал второго сотрудника. Я, как понял, для подстраховки, естественно. Это обычная система работы даже следственных органов России, чтобы был, как говорится, второй свидетель. Ну, пришел этот второй следователь, стал что-то тоже возмущаться, но я, наверное, не обращал внимания, потому что для меня было главное в тот момент, что я все-таки уже, как я считаю, попал уже в безопасное место, где меня они будут не бить, не пытать ничего. Что и было, кстати, в последующем, то есть меня не били, не пытали ничего здесь. То есть меня даже при таком первичном приеме, горячем, напоминающем мне немножко российское МВД, в последующем я увидел, что там все-таки в этой структуре работают нормальные, меняемые люди. Это выразилось в том, что я тут же, когда стал описывать вещи, которые у меня изъяты, я заявил, что часть вещей у меня, как говорится, находится не в том виде, что есть. И также заявил, что, во-первых, я требую себя адвоката, это было мое законное право. Также нарушается мое право на сон, потому что допрос был устроен с 14 часа ночи, и прошу мне назначить другого следователя и допросить меня завтра, после того, как я все-таки посплю, и я отвечу на все вопросы присутствия адвоката. На утро, в 10 часов дня, с следующего дня, когда уже меня отвели в камеру, меня поставили в известность, что у меня теперь другой следователь. Это была Ильма, по имени Ильма. Она отнеслась предельно корректно. Она работала в кабинете вместо строительства, предельно ко мне корректно, как можно даже сказать, как человеку, которому даже, как, не знаю, как, ну, как объяснить, как? Сочувственно. Сочувственно, да, с пониманием, она со мной спокойно разговаривала и пыталась, естественно, защитить своего коллегу, потому что говорила, что в тот день было много задержанных, 9 человек. 9 человек, и данному человеку, который находился на выходном, пришлось, конечно, дергаться якобы с какого-то дня рождения своего родственника, и поэтому он такой вот не сдержанный был. Но я, конечно, понимаю, но тоже высказал свое мнение по этому вопросу, потому что это не дает никакого права так реагировать на людей. Я понимаю, что данная профессия накладывает на себя привлезный отпечаток, как говорится, предвзятого отношения к людям. Может, да может накладывать данный отпечаток, но просто хочу всем как бы дать небольшую такую инструкцию. Ребята, когда вы, если бежите от, как говорится, геноцида наших силовых российских структур по разным мотивам, кто по политическим, кто по каким-либо, я не знаю, как у вас там сложатся ваши дела, но вы, проникая на территорию, или, как говорится, переходя законными и законными способами на территорию Евросоюза, требуйте соблюдения своих законных прав. Вы на это здесь имеете полное право, и никто, и не бойтесь, никто вас за это бить не будет, пытать не будет, и, извините меня, вам, как говорится, ничего такого левого шить не будет. Это Европа. Здесь права соблюдаются. Ваши законные права. То есть защита, адвокатская защита и, так называемое, юридическое сопровождение. Поэтому не теряйтесь в таких ситуациях, если у вас в огне есть денег, требуйте помощи у того же следователя, который вас допрашивает или опрашивает, и требуйте адвоката, потому что вы все-таки в Европе. Да, но у тебя деньги пропали, да? Да, у меня пропали 100 евро и 100, как говорится, 100 евро и 100 долларов, но я не знаю, как они пропали, куда, я просто об этом заявил, что они были при мне. Поэтому я также заявил, что пограничники к этому не имеют никакого отношения, потому что те люди на самом деле честные, добропорядочные. И я не увидел какой-либо такой, как говорится, заинтересованности или склонности к хищению. Потому что, поверьте мне, я это вижу. Потому что, находясь в России, все-таки я мог различать людей даже, как говорится, которые склонны к воровству, которые пытаются что-то совершить, что и помогало мне в расследовании уголовных дел и в содействии органам правопорядка, то есть МВД и прокуратуры в городе Костомукше и в Карелии. Я не увидел данных, как говорится, черт в данных людях, поэтому я сразу написал, что людям, которые меня задерживали, я претензий никаких не имею, считаю, что они непричастны. Я вот так и написал. То есть это был тот самый следователь, который тебя обругал, да, и он же тебя и обокнал. Я не знаю, я не могу в это, как говорится, утверждать, и не могу этого, как говорится, и подтвердить, потому что... Но пусть будет так, как говорится, Бог положит просто. Если это случилось, то пусть будет на совести того человека. Потому что я не знаю, куда они делись и что. Я просто пояснил, я написал, что, еще раз повторюсь, что я написал бумагой, что претензий к лицам, которые меня задерживали, претензий не имею, считаю, что они непричастны к пропаже денег. Деньги в темноте мог, наверное, я написал, наверное, выронить сам. Вот так я написал. Это слово в слово я назвал, продублировал. Потому что я не знаю, куда они делись. Но сам ты в это мало веришь, да, что ты их потерял. Ну, остальные деньги-то остались. Остальные деньги все остались. Ну, я говорил, что, ну, тут, видите, не пойман, не вор, если честно. Не пойман, не вор, как говорят русская поговорка. Я могу только предполагать. Но это личное мое мнение, субъективное мнение, естественно. Потом ты попал в лагерь для беженцев, да? Да, я попал в Побрада. Меня привезли в Побрада, в открытый корпус. Я там жил. В это время искал всеми способами. И адвокат Ольга Петровна Рыбалов очень активно в этом помогла. Она нашла правозащитный фонд Нордхорст, в Литве, который занимается содействием, помощи, как говорится, предоставлению убежища беженцев с России и с других государств, которые работают в Вильнюсе, их главный офис. И вот они приняли активное участие и помогли, это вот их заслуга, конечно, большая. Они помогли получить моей жене визу, потому что жена моя находилась там в федеральном розыске тоже. Обвиненные якобы в избиении 12 сотрудников милиции, которые якобы проводили обыск. Они, кстати, проводили обыск у меня 6,5 часов в двухкомнатной квартире. Они только один унитаз у меня 4 раза осматривали. В квартире искали так называемые факела и канистры, как они сказали, но почему-то искали факела и канистры в упаковках для птампоксов, в туалетной бумаге, заварке из-под чая, это все на видео снято, как они вскрывают, в детском конструкторе, в детском фотоальбоме, в компьютере, в холодильнике. Я там спрашиваю, что в холодильник, кто в канистре-то засунет?